когда-то век назад примерно в это же время в германии зародился немецкий нацизм и мир проспал это сейчас в наше время мы стали свидетелями рождения российского рашизма и вот как запад смотрит на это нам расскажет правовед политический эксперт юрий шурипа здравствуйте добрый день татьяна и приветствую наших зрителей слушателей но сразу хочу сообщить что у российского фашизма рашизма на самом деле значительно длиннее истории чем у германского нацизма смотрите проблема возникновения российского фашизма она заключается в том что на прошедшем юрберском международном уголовном трибунале у гитлеровской германии параллельно не были осуждены преступления советских захватчиков советско-фашистских захватчиков и советского режима в годы второй мировой войны это очень важно потому что советский союз в определенном плане он юридически несет большую ответственность за планирование подготовку развязывания и ведения второй мировой войны чем гитлеровская германия начиная с того же самого фактора бентропа мото когда стальный гитлер можно сказать с линейками в руках и картами делили европу на две части это зло советское по точнее по аналогии совместно со злом немецким с преступлением немецко-нацистских захватчиков на том трибунале наказание соответственно создан прецедент безнаказанность советский союз после чего отказался выводить свои войска согласно ялтинским пазамским ялтинским пазамским договоренностям с восточной европой и центральной европы после 1945 года и тем самым советский союз спровоцировал третью мировую холодную войну как продолжение второй мировой войны против стран коллективного запада и вот уже пользуясь естественно советским прецедентом россия москва за поражение бывшего ссср в третьей мировой холодной войне 20 февраля 2014 года начала геополитический реванш в виде четвертой мировой гибридной войны против коллективного запада как акты геополитического экспансионизма и исторического реваншизма за поражение бывшего ссср в третьей мировой холодной поэтому тут все объяснимо но я бы хотел в сегодняшнюю передачу также сосредоточить и на персонале потому что действительно тех лицах которых мы сейчас будем говорить велик их роль в истории велика но первый недавно ушедший на тот свет генри кисанжер под оперативным псевдонимом киса да да первым главным управлением кгб ссср покойник генри кисанжер имел оперативный псевдоним киса он достаточно хорошо шел насколько это известно из открытых источников на контакт с оперативными сотрудниками первого главного управления кгб ссср которые понятно работали под различным дипломатическим преградом то есть это было еще во времена третьей мировой холодной войны достаточно хорошей как это принято на нашем юридическом языке говорить вербовочный материал далее что же собственно говоря принес миру кисанжер а и кисанжер принес миру тот результат который мы сейчас имеем полное разрушение системы международного права и международный безопасность потому что сейчас все документы после начала четвертой мировой гибридной войны пункта противополитивного запада я отчитываю юридически с 20 февраля 2014 года что подтвердило и полномасштабное вторжение 28 февраля 2022 года а до этого в конце октября 2021 как мы помним путинский ультиматум странам нато соединенных штатах америки а бс е собрать манатки убраться границам 1997 то есть вот ставить россии возможность для военных маневров на территории стран центральной и восточной европы ну фактически это те же самых стран вот о чем я только что сказал которые были в советской подсоветской оккупации под прикрытием так называемой организации стран варшавского долга овд и в этой связи хотелось бы подчеркнуть следующие эпизоды из жизни киса витамская война соединенные штаты америки заключают соглашение с коммунистическим советским союзом а тогда кстати напомню в третьей мировой холодной войне союзский союз отчасти частично китай соединенных штат америки воевали на территории третьих стран поэтому афганистан вьетнам корея и некоторые страны после того когда генри кислинжер понятно что там заключал соглашение президент соединенных штат америки генри кислинжер имел влияние как государственный секретарь того времени на президента душу соединенных штат америки и политику и внешнюю политику имеется в виду сша советский союз воспользовался этим соглашением как актом прикрытия и усыплением стран западных цивилизаций и соответственно дал команду своим прокси северного вьетнама которые были стоточены на зоне советской оккупации в северном вьетнаме напасть на южный вьетнам а перед этим генри кислинжер еще успел получить ему присвоили нобелевскую премию мира кстати однократно нашим зрителям слушать что после присвоения нобелевской премии мира напоятно кислинжеру а потом второму лицу это горбачеву бывшему президенту ссср и последнему виновному военных преступлениях в азербайджане в грузии в казахстане и в странах балтии ну еще который военному преступнику который обвиняется этих странах во военных преступлениях вообще нобелевская премия мира она теряла всякую ценность то есть это фактически такая некая красивая бумажка просто для слабоумных людей так вот это был главный прокол кислинжера а в чем собственно говоря состояла стратегия кислинжера то есть то его геополитическое наследство и нынешний геополитик который собственно говоря в основном процентах 90 соединенных штатов америки основится именно на стратегии кислинжера это величайшая манипуляция величайший аббак то есть здесь и испанская традиция согласно которой человек человек уволк это фактически политика полного беспредела когда можно давать какие-то обещания потом их не выполнять кидать своих партнеров также как соединенные штаты америки кинули витаму бежали а тут позорно потом позже в 2021 году соединенные штаты америки позорно бежали из афганистана что собственно говоря повлияло на путина и создал в его сознании больше оснований для нападения на украину стимулов чтобы уничтожить украину как государство и геополитическую реальность феврале 2022 года вот это политика еще раз повторюсь потому что было все стороны киеве кислинжеры мы сейчас вот к величайшему сожалению продолжаем пожинать ее плоды дальше следующий биографический очерк кислинжера в начале двухтысячных годов российский олигарх михаил кодорковский создают такую организацию под названием открытая россия куда вписал кислинжеров в правление этой организации кодорковский думал так раз путин говорит о демократии что россия тогда исходя из его выступлений стремилась попасть в нато и интегрируются европейские структуры российские пропагандисты говорили европа должна быть от лиссабона до владивостока и соответственно кодорковский думал ну раз так то и по тем более у меня бывшая государственная секретарь и такой видно геополитически светило в правлении организации для меня некая индульгенция для того чтобы путин точно не будет трогать меня и мой бизнес но получилось все следующим образом еще как мы помним до знаменитой мюнхенской речи путин 2007 года в которой назвал европу и коллективным западом назвал врагами россии и фактически объявил начало подготовки москвы четвертой мировой гибридной войны как как тут геополитического экспансионизма и исторического реваншизма за поражение бывшего ссср третьей мировой холодной войне 2004 осенью до 25 октября 2004 года михаила ходорковского арестовывают в сибири куда он прилетел и сколько ходорковский его знаков обращаясь к кишнежу к кишнежу не помог то есть не отреагировал на арест ходорковского от слова совсем дальше прошло еще буквально несколько лет в 2008 году при правлении президента обама который вот все что можно слить в сфере безопасности национальных интересов в сша все абсолютно слило это просто слезняк абсолютно политические патенты и я согласен с ватниками и колорадами хотя не наши враги но они правильно назвали обама обама чего то есть истинное его имя кличка погоняла псевдоним который он заслуживает киснежа приезжает путину и начинает ему рассказывать как ничем не бывало что типа ну вот абсолютно он проигнорировал посадку ходорковского начинает будет посмотрите вот какие все западники продаж что вы можете покупать здесь на западе агентуру пачками елки-палки согласитесь откуда путин этот шнырь кгб-шны который сидел в дрезвенской резидентуре кгб мог обладать такими знаниями что вот на западе куча продажных гнилых антизападных и антинациональных политиков которые можно покупать за деньги и таким образом создавать свои агентовные позиции или например бывший оперативник управления кгб по республике карьер николай паточку откуда они могли знать вообще как пить западную агентуру чтобы на западе прям все таки продать вот именно благодаря киша киша же он принял я считаю активное и решающее участие в разрушении свободного западного мира и он действовал в данном случае анти анти он действовал против западных ценностей под легендой что со злом можно договориться вот собственно говоря какой был один из основных принципов в геополитике киснджера вот можно что так юлить и якобы со злом можно договориться но на самом деле опять таки уважаемые зрители слушателей с таким злом как расшизм российский фашизм априори договориться невозможно потому что это самое кристальное линейное прямое зло я неоднократно говорил нашим западным политикам продолжая до сих пор говорить как как западу следует поступить русскими точно так же как с сконченными пьяницами наркоманами и алкашами вот алкаши пьют до тех пор пока у них не отвалится печень либо не наступит энцивопатия с кроссовским синдромом наркоманы то же самое полятся до тех пор пока их печень или какие-то иные органы не развалятся и они уже просто будут ну не встанет наркотики принимать потому что для них это уже будет вот наград летальные исходы чуть-чуть там чуть маленькая передозировочка и все они могут уйти на вот вот то же самое и русские они будут эту свою российскую империю добивать им украины коллективный запад ровно до тех пор пока она не распадется и живая вот пока вот когда она распадется поэтому дайте западу я сейчас обращаюсь татьяна пользу вашим каналом и в бельгинены на девятом форуме по стрессе обращаюсь к западным политикам дайте возможность русским проиграть четвертую мировую гибридную войну все больше еще раз повторяю ничего не надо обеспечить украину необходимым количеством вооружения дайте ей проиграть и смотрите какие сейчас мы видим последствия да у кислинжера на западе куча различных последователей такие например как мы назовем сейчас официальных лист тот же самый помощник президента соединенных штатах америки национальной безопасности джейк сайлер и глава цру уильям бьернс почитайте мемуару мемуару или мем бьернс которые были изданы год назад о том как бьернс работал послом соединенных штатов америки и в россии что он там писал о политике клинт и клинтона и оба то есть фактически это чисто сердечное признание в приспособленных преступлениях этих двух бывших президентов сша на внешнепрактическом уровне как они заигрывали пособствовали становление этого зла как рашизм и и российский фашизм я говорю это чтение этой книги одну вас просто отрезвит и эту кстати работу в принципе уже можно найти в свободном доступе в интернете умею правда из соединенных штатов америки присылали почты мои знакомых поэтому я успел в оригинальном английском языке почитать я знакомиться то есть это действительно можно идти в фбр федеральное бюро расследование контрразведка сша типа как служба безопасности украины и писать на бьернс заявление по факту осуществления подробной деятельности против санкоррективного запада дальше следующее последующие вот я как называю непоследователь последующие если же это дальнейший агент москвы томас грэм который принимал участие в так называемых переговорах трек 2 0 с российским военным преступником лавров тогда когда лавров в 25 апреля этого года по ротации председательства в совете безопасности организации 15 и на эти переговоры подтащил двух придурков откровенно слабомыслящих и недалеких людей это это хас и чарльз купчан то есть это крупнейшие чиновники в администрации бывшего президента сша барака обама которые полностью провалили внешнюю политику как сфере безопасности так соответственно в отношении европы и россии чем далее собственно говоря возможность путину спланировать подготовиться развязать и вести агрессивную войну против украины а до этого еще против грузии ну и соответственно ранее против чеченской республики 4 и собственно говоря эти идиоты такие как хас и купчан до сих пор 28 ноября они издали последнюю статью в их журнале foreign face о том что украина должна сдаться агрессору пойти на переговоры ради того чтобы агрессор смог восстановить свои оккупационные силы войска и сделать соответственно в течение нескольких лет передышку и затем уже начать более широко масштабную коммуникациональную войну против украины и стран европейского союза и в этой связи кстати я хочу наши слушатели ориентировать на доклад немецких ученых который был опубликован он опубликован на сайте союза по международным делам германии согласно которому опять исходя из смысла этого доклада что если москве дать в этой войне передвижку украина пойдет на какие-то очередные капитализационные договоренности с агрессором то агрессор в течение 6-10 лет способен восстановить причиненный ущерб этой войной ему нарастить свои российско-фашистские войска и напасть вот еще от 6 до 10 лет не просто на европу а именно на германии вот как идет о речь то есть в этот период от 6 до 10 лет согласно прогнозу данных ученых я этот прогноз полностью разделяю агрессор может захватить не только страны балтии что он давно уже стремится российские пропагандисты об этом постоянно говорят но также и польшу а затем германия либо может допустим такой тоже сценарий существует захватить страны балтии а потом и германии чтобы отрезать польшу от франции и других стран коллективного запада потому что польша и украина в данный момент их армии в европе наиболее боеспособны вот по сравнению с теми остальными странами и кстати я в своем прогнозе еще от 28 мая 2022 года под названием тактический и стратегический замысел агрессор против украины можете загуглить это название и вы на кипус деле нюс выйти на этот доклад сообщил о том что агрессор в течение трех лет после заключения так называемого минска три передышки уже может объявить более широкомасштабную войну как против украины так и напасть на страны коллективного запада и в этом плане в градации от 6 до 10 лет нападения москвы на германию вот мой прогноз полностью коррегирует с прогнозом этих двух уважаемых немецких ученых из совета по международным делам германии и смотрите вот почему я в начале передач сказал что система международного права международной безопасности является иллюзор первое благодаря вот этой преступной откровенно дикой античеловеческой антигуманной вот такой маневр хитрой политики киссинджера соединенные штаты америки потеряли ну и соответственно говоря человечество потеряла благодаря российской агрессии все те позитивные наработки в сфере разоружения и международной безопасности россия приостановила свое участие в договоре СНВ о стратегических наступательных вложениях потому что готовится к большой кондициональной в том числе ядерной войне в соединенные штаты америки соединенные штаты америки в 2018 году вышли из дрдсм договора о сокращении ракет средней и меньшей давности в связи с тем что москва тайно наращивала эти этот вид ракетных вооружений а соединенные штаты америки для того чтобы обеспечить паритет не могли дальше оставаться в этом договоре недавно москва вышла из довосье договора об обычных о сокращении обычных вооружений в европу это говорит о том что мы теперь перешли от причем окончательно бесковоротно от договорной реальность военно-силовой реальность поэтому теперь вот благодаря кисанжер и его последовавшим мир держится исключительно на военной силе изъездницы еще которые основываются исключительно на военность и будут так основываться до вступления в силу обвинительного приговора международного уголовного суда в отношении путина представители его чикистко-фашистская пг и российско-фашистским захватчиком основным российско-фашистским захватчиком по фактам планировали подготовку ведения и развязывания агрессивной войны москвы против коллективного запада вот и новое еще раз повторяю не дано можете запомнить и записать и последний очерк я хочу сообщить нашим взаимодействуем это разрушение такой организации как обсе которая была в 1970 году создана как сбсе на основании хельсовского акта это еще одна организация по безопасности сотрудничества в европе летом этого года обвесе как последней крупной международной европейской организации приняла резолюцию согласно которой чвк вагнер признал террористической организации контролируемые управляемыми российским правительством а россию государством спонсором терроризм и так или иначе российский режим террористическим режимом но тем не менее на днях в скопе в столице северной македонии выступал на заседании поясе российские военные особо тяжкий международный преступник лавров и он откровенно хамил и дерзил мы видим немецкой журналистки которые корреспондент дочвей которая задала ему простой вопрос когда россия закончит вести войну против он просто издевался и глумился это было видно по его фейсу как с самой обвесе так и с западным журналистом он себя действительно чувствовал ну что вы за ничтожество мы против вас ведем войну мы зарушаем ваши основы точнее основы созданной европейской безопасности в том числе советский союз принимал участие в создании этих договоров международной безопасности мы это все разрушаем вы вообще но просто не никто и ничто и мы что хотим и и творим и любой беспредел то есть даже та же самая организация об эссе организация чертая по безопасности и сотрудничества в европе потому что и права человека и социальные изменения все прочее можно зайти на сайт об эссе посчитать это все входит в систему европейской безопасности и таким образом об эссе стала с одной стороны это иллюзорная организация которая фактически существует но не выполняет свои функции как это ей предписано выполнять и с другой стороны это огромный скажем так очаг для потребления европейских денег потому что налогоплательщики стран коллективного запада оплачивают бездействие этих то есть бездействие тысяч абсолютно бездарных чиновников и в третьих сама об эссе используется агрессором москвой для осуществления подрывной деятельности против стран коллективного коллективного запада если россия об эссе признана агрессором а также спонсором терроризма то в таком случае членство россии в этой организации соответственно также республики беларусь потому что ни один ни одна из европейских стран ни одна из стран европейского союза не признает режим украшенка в качестве легитимного режима это самоназначившийся себе так называемый президент который под прикрытием выборов и военно-полицейской силы зульпировал власть соответственно и республики беларусь и россии их членство об эссе должно быть приостановлено но их видим еще которые специально приглашают из-за того чтобы они просто глумились против запад и мы видим также что запад не понизил свое дипломатическое присутствие ключевшим же не забрал своих послов и конслов из россии и не выгнал соответственно российских послов и конслов со своих территорий потому что они однократно нашим затем службе говорил что все российские посольства консульства дома которые науки так называемые руссотрудничество или как на нашем языке это рост вредительства русские дома русские центры и все прочее это крыши находящиеся под дипломатическим прикрытием для прикрытия подрывной деятельности против стран коллективного запада и сейчас сложилась к величайшему сожалению такая ситуация как я называю своих работах внешнеполитический курс соединенных штатов америки выдержать пророссийскость это конечно же не российскость то есть соединенные штаты америки не союзник москвы ни в коем случае но это просто сохранение статус-кво и вот именно благодаря таким как кисерджер кукчан хас томас грэм потом бёрнс сальм и прочее украина не получает достаточное количество необходимых и оборонительных и наступательных вооружений для освобождения всей своей территории потому что у соединенных штатов америки на сегодня не говоря уж по производстве новых видов вооружений в достаточном количестве того чтобы все эти вооружения передать украине только сша передать одни вооружения вот не говорю от других стран европейского союза и стран вот этой пятьдесят пятки участниц на заседании авиабазы в штайна у одних сша достаточно вооружения для того чтобы передать украине чтобы украина в течение полугода полностью освободила все своевременно захваченные территории но соединенные штаты америки не хотят это передавать по одной простой причине потому что они выдерживают так называемый курс на пророссийскость да я лично считаю что летом 2024 года курс по выдерживанию пророссийскости в соединенных штатах америки будет словно это огромный работа это во многом титанический пирог чтобы сломать российскость именно в соединенных штатах можно работать очень профессионально аргументированно объяснять сенатор конгрессмена предстоятель гип-стейт зинг-зан журналистам и всем прочим то агрессор намерен воевать до конца своего существования и российский фашизм действительно исторически это является самое главное и опаснейшее зло во всем мире немецкий фашизм и нацизм точнее и скажем так какие-то проявления фашизма со стороны других стран они конечно же не могут сравниваться с российским фашизмом по своему злу допустим как пример возьмем существуют какие-то территориальные споры между индией китаем между индией и пакистаном где стороны считают что вот давно на несколько километров там их территории так далее там периодически возникают пограничные вооруженные конфликты которые достаточно быстро прекращаются тот же самый например армяно-азербайджанский конфликт агрессии армении против азербайджана азербайджан выбил армян со своей международно признанной территории из Нагорного Карабаха освободил Нагорный Карабах теперь все армяне и азербайджанцы садятся за стол переговоров под эгидой и так сказать модерированием европейского союза а зло москвы чем оно опасно тем что москва заинтересована и прикладывает все свои усилия максимальные потому что четвертая мировая гибридная война москвы против коллективного запада является ее частью основной внешней и внутренней политики это видно по значит оборонным по так называемому по военным расходам и я бы так шире бы брал по военным полицейским расходам москвы на 2024 год который в совокупности практически если мы возьмем какие-то закрытые источники около 50 процентов вот и поэтому это зло рашизм можно только уничтожить и передав Украине необходимое количество различных видов наступательных и оборонительных вооружений далее помочь создать на территории Украины добровольческие формирования в составе вооруженных сил Украины вот таких например как уже созданные бои за Украину пять батальонов Чеченской республики Чкерия крупный полк имени Костуся Калиновского и парочку белорусских батальонов батальон казанских татар сибирский батальон русский добровольческий корпус легион свобода россии ингушский батальон и так далее и еще кстати ингрид вот то есть помочь создать эти войска вместе с Украиной победить агрессор здесь на территории Украины и потом соответственно выйти уже в тыл агрессора где можно будет его разгромить после чего московский режим пойдет и соответственно потом уже те вооруженные силы которые здесь в Украине сформированы национальные они придут вернуться в свои государства и займутся своим государством строительством вот только таким образом может развиваться ситуация и конечно же временная международная переходная администрация которая должна установить страны победительниц на построссийском пространстве и грядущий международный уголовный трибунал от ПОК по бывшему СССР за все эти преступления которые совершила так называемая новая Россия начиная с оккупации я считаю Татарстана в марте 1992 года и уже вот заканчивая крупнейшей российско-украинской войной Европы огромное вам спасибо да все и мы вам также спасибо всем пока до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok